Если кто-то вызывал у него желание, то это были очень юные девушки, вдвое его моложе. 20-летние его уже не интересовали. Как и его отец, Адольф предпочитал юных девственниц, неискушенных, неопытных и не представляющих опасностей. Возможно, Ева потеряла свою невинность через два года после их первой встречи, если вообще у них были интимные отношения. Конечно, юное и красивое тело возбуждает немолодых мужчин. Во всяком случае, на время их встречной дине Гитлер отправлял свою служанку в театр. Но если у него и были интимные отношения с ними, едва ли он был хорошим любовником, способным доставить женщине удовольствие. Слишком презрительно он говорил о женщинах. Ходили слухи, что Ева забеременела и то ли родила тайно, то ли сделала аборт. Сохранилось огромное количество ее снимков. Гордившаяся своим телом, она часто фотографировалась в купальном костюме. Исследователи изучали эти снимки слупой в руках. Никаких признаков беременности. Так что историю о тайной беременности в небрачном ребенке Гитлера можно забыть. Возможно, Ева Браун пользовалась существовавшими тогда контрацептивными средствами. Возможно, она была бесплодна. Возможно, бесплоден был Гитлер. Если вообще между ними что-то происходило. Сестрам Ева Браун говорила, что сексуальная жизнь у них протекает нормально. Но близкой подруге созналась. Я ничего не получаю от него, как от мужчины. Многие историки утверждают, что Гитлер с юности страдал импотенцией и опасался неудачи в постели. Его личный врач Теодор Моррель утверждал после войны, что Ева Браун просила дать фюреру что-нибудь, что укрепило бы его силы в постели. Но Виагра тогда еще не существовало. Гитлер хладнокровно сказал Еве Браун, что если ей нужно, она может завести любовника. В 1943 году она поделилась с министром вооружения и боеприпасов Альбертом Шпеером. Гитлер сказал мне, что слишком устал и слишком занят, поэтому больше не в состоянии удовлетворять меня, как женщина. Секретарь Гитлера Криста Шрёдер, которая проработала с фюрером 15 лет и сопровождала его во всех поездках, считала, что между ним и Евой Браун вообще не было интимных отношений. Он держал рядом с собой женщину, чтобы доказывать себе и своему окружению собственную мужскую полноценность. Но у Адольфа Гитлера была другая, не менее веская причина избегать молодых женщин, желавших замужества. Он опасался, что у него могут быть больные дети. Фюрер, помешанный на Евгенике и расовой теории, подозревал, что несет в себе опасные гены. Сразу после прихода к власти нацисты провели через Рейхстаг закон о предотвращении потомства с нездоровой наследственностью. Закон требовал насильственной стерилизации тех, кто страдал наследственными заболеваниями. В основном оказалось душевных болезней. Через несколько лет этих людей стали умершлять. В соответствии с этим законом в октябре 40-го была умершлена женщина по имени Алаизия Фей. Ей было 49 лет, она жила в районе города Линца, страдала от депрессии и шизофрении. В России выяснилось, что она была дальней родственницей Гитлера по отцовской линии. Историки и биологи обнаруживали в семействе Шикольгруберов несколько человек, страдавших серьезными психическими отклонениями. Гитлер смертельно боялся, что его потомство окажется неполноценным, и это перечеркнет его расовую теорию. Ее мать, Фанни Браун, была уверена, что роман долго не продлится. Она бросит его, как только встретит более молодого человека. Но мать плохо знала свою дочь. Добиваясь власти, Гитлер перебрался в Берлин. Ева Браун осталась в Мюнхене. Она ощущала себя брошенной и впала в депрессию. Отчаяние привело ее к попытке самоубийства. Ева пыталась покончить с собой в наивной надежде, таким образом, привлечь все внимание Гитлера. Это был крик о помощи. Ночью 1 ноября 1932 года Ева Браун пыталась покончить с собой. Семья ушла в гости. Она осталась одна в доме. Возможно, надеялась, что Гитлер позвонит. Он не позвонил. Она ждала до полуночи. Это час, когда дьявол встречается со своими ведьмами. Она взяла отцовский пистолет, оставшийся со времен Первой мировой. Он хранил его в тумбочке у кровати. И выстрелила себе в шею. Она не попала в артерию. Это ее спасло. Ее обнаружила старшая сестра Ильза, которая вернулась домой первой. Она вызвала врача. Тот отвез девушку в больницу. Это было настоящее самоубийство. Не инсценировка. Стреляя в шею, трудно рассчитывать, что останешься живым. Гитлер примчался к ней с большим букетом цветов. Такая сила чувств льстила его самолюбие. Уж не первая девушка стреляется из-за него. Но он все равно продолжал пренебрегать Евой. Предпочитал проводить время не в женском обществе, а в тесной мужской компании. Она это знала и сильно переживала. 1 апреля 1935-го Ева Браун записала в дневнике. Я только что отправила ему важное письмо. Вопрос, придает ли он значение нашим отношениям. Увидим. Если я не получу ответа до вечера, я проглочу 25 таблеток и проснусь в другом мире. Она напрасно ожидает ответа от фюрера. Ее настроение портится. Она вся на нервах. Боже, боюсь, он не ответит мне сегодня. Если бы кто-то мог мне помочь. Я в такой депрессии. И она опять осталась одна в квартире. Вполне вероятно, она сама отправила родителей и сестер развлекаться, чтобы отдаться переживанию. Возможно, мое письмо попало ему в руки в самый неподходящий момент. Возможно, мне вообще не следовало его писать. Я уже приняла решение. Приму 35 таблеток снотворного. И это уже окончательное решение. Ах, если бы он хотя бы велел кому-нибудь мне позвонить. Время идет. От Гитлера никакого сигнала. Хотя он в Мюнхене. Не дождавшись звонка, она проглотила 20 таблеток успокаивающего средства вонадора. Но сестра Ильзы опять обнаружила ее. На сей раз без сознания. Конечно, 20 таблеток успокоительного средства – это не 35 таблеток веронала, сильного снотворного, который она первоначально собиралась проглотить. Но все-таки Ева Браун понимала, что может не проснуться. Вторая попытка самоубийства заставила его поставить их отношения на определенную основу. Он оценил ее преданность. В будущем я должен больше о ней беспокоиться. Гитлер взял Еву Браун с собой в свою новую альпийскую резиденцию. Здесь начался расцвет их отношений. Баварский городок Берхтесгаден находился у горы Обер-Зальцберг на германо-австрийской границе. Обер-Зальцберг, небольшая альпийская деревня, стал модным курортом, где отдыхали композитор Йоханнес Брамс и основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Когда Гитлер приехал в Обер-Зальцберг, он был потрясен красотой пейзажей. Он верил в живительный горный воздух. Поселок на горе Обер-Зальцберг превратился в неофициальную столицу Германии. Окружение Гитлера получило здесь новые дома. Рядом обосновался прислугой и обслуживающий персонал. В распоряжении Гитлера были добрых 30 комнат и огромных размеров кабинет. Ева Браун первоначально разместилась в домике вместе с его секретарями. Она стала его компаньонкой в часы отдыха. Он скрывал ее от всех, кроме самых близких подручных. Конечно, для нее это было унизительно и болезненно. В глазах всех она была никто и никому не имела права рассказывать о своих отношениях с Гитлером. Ева Браун стала женщиной, чье имя никогда не произносилось. Она словно не существовала. Только на фотографиях Генриха Хоффмана Гитлера – это сама энергия. В реальности он был страшно ленив, монкировал своими обязанностями и только и думал о том, как бы сбежать в оберзасберг, где можно ничего не делать. И там ему нужна была молодая, веселая женщина, которая бы его радостно встречала. Он не нуждался в умной собеседнице. Ему нужна была женщина, способная создать уют и помочь ему расслабиться. Конечно, ему нравилась репутация мужчины, перед которым не устояла бы ни одна женщина, пожелая ему только завести роман. И он пытался соответствовать этому образу. Целал ручки, пожимал коленки, обнимал дам, разыгрывал пылкого любовника, которого останавливает только его особое положение в государстве. На самом деле, все это была имитация страсти. Только Ева поняла, что ничего этого ему не нужно. Ни умных женщин, ни красивых, ни страстных, ни опытных в любви. Ему нужен покой, комфорт, уют. Генриха, как говорят немцы. А также хорошо знакомые люди вокруг, которые ничего от него не требуют и довольствуются его обществом. Ему нужны привычные шутки и пирожные. Вот это и дала ему Ева Браун. Она постоянно занималась собой, чтобы ее тело было идеальным. Гитлер должен получать лучшее. Она плавала, каталась на лыжах и коньках. Очень заботилась о своей внешности. Дважды не появлялась перед Гитлером в одном и том же платье. Экспериментировала с прической. Шляпы, сумочки и обувь ей шили во Флоренции. Она носила только шелковое белье ручной работы. Платье она шила в Берлине. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.